Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Mass Effect. Сегодня я буду проходить, так сказать, составную часть, наверное, главного квеста под названием Vermeer, просто он вроде как переименовался, теперь он называется Vermeer, план Сарона. В принципе, я вот так специально поделил на части, потому что если вот первая часть, вот именно Vermeer, где мы ехали, и просто уничтожали гетов, это однообразный геймплей, а вот здесь, возможно, есть различные развилки, так сказать, различные пути прохождения, вот я хочу их посмотреть. Также у нас может возникнуть проблема с Рексом, потому что он там немного злился при разговорах с Соларианцем. Конечно же, вы это еще не видели, потому что я записываю это уже после этого разговора. Ну, собственно, сейчас я начну, и этот разговор сразу же начнется. Ну, давайте я начну, чтобы было намного понятнее, что происходит. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Каково положение? Вы здесь главный? Какова ситуация? Я капитан Керахи, 3-й секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитное орудие. И что теперь? И что нам теперь делать? Мы ждем, пока Совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил Совету, чтобы направили сюда флот. А флота не будет. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили затем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. А Сарен? Он здесь? Вы его видели? Нет. Но здесь повсюду геты. И мы перехватили переговоры, где шла речь о Сарене. Он там обосновался. Сомнений нет. Но что он тут делает? Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. От генофага? Почему он так заинтересован в том, чтобы вылечить генофаг? Так был решен вопрос с Кроганами. После восстаний мы внедрили в популяцию Кроганов генофаг, чтобы снизить их численность. Иначе Кроганы быстро заполонили бы всю галактику. А эти Кроганы — слуги Сарена. Мы должны это прекратить. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Он служит мне. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Понимаю. Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Рекс. Думаете, мне надо с ним поговорить? Это не повредит. То есть, он может вам повредить, конечно. Будьте осторожны. Вы правы. Я буду осторожна. Но вы будьте наготове, если что. Я всегда наготове. Так, что они хотят с нами? Вот что они от меня хотят? Что они хотят с нами сделать? Подготовьтесь к атаке. Ну да, вот видите, это просто Вермайер переименовался в План Сарна. Ну, в принципе, я просто его по частям сделаю, потому что первая часть неинтересная, вот вторая, возможно. Тут будут развилки. Так. Мне не нравится, как ведет себя Рекс. Он может сорваться. Ну да. Бой будет нелегким, но мы готовы, если мы приказываем. Так, давай поговорим. Это... Что это такое? Так. Давайте поговорим с Гарусом. Меня беспокоит, Рекс. Ему попасть... Кто-то тут стреляет. Я надеюсь, совет обратит внимание на то, что здесь творится. Так. Тали, капитан Рентола. Давайте ставим. Пристоящая битва пугает меня, но я знаю, что Сарена нужно остановить. Так, тут я взломаю. Посмотрим, что тут у нас имеется. Так. Тяжелая броня-человек, легкая броня-человек. О, кстати, легкую броню-человек Феникс. Можно взять. Надеюсь, она намного лучше, чем та, которая сейчас. Легкая броня... Ммм, да, понятно. Но ведь Феникс восстанавливает потихоньку броню. Ну, то есть, жизнь. Опа, у меня 4 миллиона откуда-то. Ну, я могу прикупить себя что-нибудь получше. Так, это у нас что такое? А, ну, у меня стоит модуль даже на медведя. Я оставлю медведя здесь. Так, ты же у нас, капитан Рентола. Поговорим. Здравствуйте, человек. Я капитан Рентола. Могу вас снабдить всем необходимым для задания. Остальные вопросы вы можете обсудить с капитаном Керахи. Покажите, что у тебя есть. Покажите мне, что у вас есть. Не так много. Так, смотрим. Банши, дробовик, пистолет. Понятно, у тебя вообще ничего нет нужное мне. Может быть... Даже пистолет слабый. Я могу, правда, тебя всякий хлам продать. Не нужно мне. Так, улучшение гранаты. Средняя броня кругом. Да, тут много всего. Так, улучшение брони продам. Тяжелая броня кругом. Биусилитель я оставлю. Так, пиусилитель. Улучшение гранат продам. Так, пистолет. Ну, а потом с этим разберусь сам. Не на съемке. Рекс в воду стреляет. Если вернусь, мои дети меня даже не узнают. Капитан Керархи, поговорим. Капитан, когда поговорите с Кроганом, зайдите ко мне. А, ну, мне будем поговорить с Кроганом. С Кроганом, понятно. Солдат. Если мы погибнем, никто об этом не узнает. Задача будет выполнена. Капитан не допустит, чтобы было иначе. Мне надо с Рексом, значит, поговорить. Так, что-то я не хочу к нему близко подходить пока. Может, начнется квест. Может, начаться дополнительно. Меня волнует то, что преданность Рекса может показать... Нам нужна победа, человек. Мы еще не скоро забудем восстание Кроганов. Ну, хорошо, сейчас я поговорю с Кроганом. Тут еще посмотрим, что у нас тут на пляже есть. Так, на пляже ничего нет. Ладно, пойду в стресс. Так, на всякий случай сохраняюсь. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Спокойно, Рекс. Я понимаю, вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг это Сарен. Злиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Все не так просто. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. До сих пор я был вам верен. Черт. Вы сделали для меня больше, чем мои родные. Но я должен знать, что мы сражаемся не за бессмысленную хрень, чтобы идти за вами и дальше. Так, а вот тут я уже не знаю. Согласна. Рекс, эти Гроганы не ваш народ. Они рабы Сарена. Инструменты. Вы этого для них хотите? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщедрится. Хорошо, Шамат. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Так, все хорошо. Напряжение спало. Так, с тобой еще можно поговорить? Если мы должны это сделать, то вперед. Мы его убедили. Это очень хорошо. Иначе бы он нас просто взял бы и пристрелил. Я уже думаю, все, он сейчас начнет стрелять в нас. Так. Так, план Сарена до сих пор открыт по-прежнему. Квест. Хорошо. Поговорим. Спасибо, что поговорили с Кроганом. Нам и без того придется трудно, когда мы атакуем базу Сарена. Шторм. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросите эту штуку с орбиты, и Сарен распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Эээ, куда? Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. Он прав. Звучит довольно рискованно. Есть другой способ. Нет, но думаю, у нас все получится. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. А, вас всех же там перебьют. Идея хорошая, но ваших людей ждет сущая бойня. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Хорошая идея. Нужно кто-то, кто знает коммуникационные протоколы Альянса. Я вызываюсь добровольцем, капитан. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитану, чтобы снарядить бомбу. Соларианцем пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит при всем моем уважении, он имеет в виду, пошел к черту? Молчать, бойцы. Капитан, кто вам нужен? Давайте спросим у капитана. Кто лучше подойдет для этого задания? Подойдет любой из этих двух капитанов. Как я вижу, оба готовы пожертвовать своей жизнью. Хотя, если повезет, это не понадобится. Ну, в принципе, кого бы мне отправить? Ну, Кайден мне сам по-принципе как бояться не нравится, так что отправим его туда. Если все-таки как бояться намного лучше. Ну, и к тому же Кайден попросился первым, так что пускай идет Кайден. Хотя, в принципе, в качестве отступника... Ну, ладно, пускай идет Кайден. Маленко, вы идете с саларианцами. Только без выкрутасов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Все, пошли. Мы готовы выступать по приказу. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Что ж, ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, Эш. Вас это тоже касается, капитан. Все будет хорошо, лейтенант. Да, я просто... Удачи. В чем дело? Вы что-то хотите сказать, Кайден? Просто странно перейти под чужое командование. Я привык работать с вами. Со всеми вами. Не волнуйтесь так. Увидимся на той стороне. Я знаю. Я... Хотел сказать, что для меня было честью служить с вами, капитан. Мы одна команда. Не важно, в одном мы отряде или нет. Все равно, мы команда. Берегите друг друга. Будьте начеку. И деритесь изо всех сил. Мы все останемся целы. Есть, капитан. Все вы знаете суть миссии и то, что от нее зависит. Я привык доверять каждому из вас. Но я слышу ропот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не наш пункт. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную, которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганом. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы еще увидимся. Похоже, его популярная фраза «Держать линию фронта». Так, ну-ка, кого же я с собой возьму? Ну, наверное, все-таки. Там будет Саран. Будет Саран со своими гетами. Значит, берем техников. Проверка связи. Капитан, вы меня слышите? Да, пошли. Все в порядке. Выдвигаемся. Хорошо. Начинаем атаку. Мы постараемся прорваться к зениткам, но, возможно, заканчивать работу придется вам. И, капитан, если вы найдете способ ослабить их оборону, нам это очень поможет. Так, вермайер-штурм. Ну, ладно, этот вермайер-штурм уже начался. А, что сохранение было. Это не очень хорошо. Ну, ладно, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Расковников. До встречи в следующих видео. Всем пока.